Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и мы продолжаем с вами играть в Хасл Касл. Ну на самом деле я зашел сюда, просто не удержался. Посмотреть сколько же у меня тут осталось еще времени. Оказывается 2.52, то бишь 3 часа я могу еще дурковать. Ну тем не менее я соберу ресурсики, которые здесь немножечко у меня накопились. Идти естественно я никуда не пойду, а просто понаблюдаю немножко. 3 часа, в принципе не так уж и долго. Так что ребятушки, давайте, скоро у меня здесь все завершится и мы приступим с вами к прохождению. Ну а пока перерыв. Всем привет дорогими друзья, ох ты, на мой замок напали. Ну я получил 30 очков в пвп, значит я кого-то все-таки победил. Давайте глянем, потер нет, потер нет. Бокорез какой-то, ух ты ребята, я поздравляю нас. У нас замок 16 уровня. Да это понятно, Дональд, все ты то же самое говоришь как всегда. А ребята у меня получают по уровню 18 и 15, что довольно неплохо. Вау, казна моя растет. Яблочки заберем. Так я еще кстати смотрю у нас, ага алхимики тут, повысили по уровню. И выполнили мы задание какое-то. Не нужно выбирать между количеством и качеством. Можно сделать ставку на то и и другое сразу. Спасибо тебе мудрец. Благодаря улучшенной казарме вы можете увеличить число бойцов. Забрать награду. Мастерская построена, теперь вы можете начать производство орудия в замке. Интересно. Так, и что еще? Ага, заклинания. Забираем награду. Милорд, зал улучшения заклинаний готов. Это по-настоящему важное событие. Я поздравляю вас. Спасибо мудрец. Ну что же ребята, вот и закончилось у нас строительство казармы. Теперь мне только надо определиться, какого же все-таки взять себе бойца. Они у меня здесь все не слишком раскачанные, но мы это сейчас посмотрим. Мне нужен четвертый боец. Только кого взять? Мага, воина, лучника? Даже и не знаю. Что-то мне этот мудрец наговорил, а в результате я ничего не смогу сделать. Хотя я могу улучшить это заклинание, но 55 тысяч маны, а у меня, а у меня есть. 8 часов улучшаться, да? Заманчиво, конечно. Ага, тут надо открыть магическую школу. Блин, опять шестой уровень тронного зала. Слишком долго мне нужно копить 240 тысяч. Но это ладно, а сколько потом еще ждать? Трое суток, как-никак. Ну что ж, давайте определимся с бойцом. Так, 148. Сделать из тебя, что ли, Савелий мага? Или все-таки арбалетчика? На, держи арбалет. Лук отстает. Ну, посох это... Хотя, может быть, из него сделать подхильщика? Как вариант. Так, одеяние заклинатель. Заклинатель, да? А здесь у нас... Так, на-ка тебе вот этот костюм. Ну, остальное все, по-моему, у нас слабенькое, да? Получается. Ну что ж, давайте, наверное, так его и оставим. Ни колечек у нас нету, ни амулетов для него. Да, Савелюшка, придется, наверное, тебе таким быть. Хотя маг тоже бы пригодился. Или два мага, или два лучника. Ну, уж точно не два бойца. Редкое оружие. 114, да? Нет. Бойцом тебе не быть, браток. Будешь у меня лучником. Точнее, арбалетчиком. Давай-ка, возвращайся ко мне в компашку. И, я думаю, нам самое время прогуляться по карте. Так, а здесь у нас что? Монетный двор, кухня. Ну, в общем, все, что как и было прежде. Ничего я этого построить не могу. Только лишь из-за тронного зала. Его нужно апать. Ну, а на карте у нас... Акизон какой-то. Давайте посмотрим. Так, добавляем опять магию. Готовим. Отлично. Акизон, значит, да? Байбак еще какой-то. Ну, что у тебя тут? Ёлки-палки! 17 312, да куда там нафиг? 17 уровень, и уже столько мощей. Да как это вообще реально, а, ребята? Тут тоже не меньше. Ёлки-палки, вот это да. По-моему, ребята, кончился халявный фарм. Рафаэль, ну-ка дай-ка гляну тебя. Ну, этот еще как-то куда не шло. 8 тысяч. Давайте попробуем. Так. Ага. Рога. Ох ты, как он меня... Оп-оп-оп. Ничего себе он меня разбирает. Ядреново уж. Нифига мне там лук наяривает. Да, довольно быстро он меня разобрал. 13 очков пвп я теряю. Так, похоже, этот замок нам пока не по зубам. Ну, я уже это понял, Дональд. Можешь мне не втирать лапшу. Да, Рафаэльчик-то оказался не так прост, как я думал. Да, как-то у него этот воин Рога довольно быстро разобрал всех у меня. Красу так даже и не почувствовал. Ну что же, давайте попробуем сделать из нашего лучника хильщика. Вдруг прокатит. Так, этот ему еще рано носить. Теперь нужно подобрать костюмчик. 818. По-моему, есть у нас и получше. Только где они? Надо поискать. По-моему, вот эти, да? Ну да, на порядок лучше. Поэтому давай-ка, носи вот этот. Только единственное, что мне это дает. Неужели я смогу победить, если сделаю из бойца хила? Как боец он и не боец вовсе. А просто вспомогаловка. Ну да ладно, мы это все с вами увидим немножечко попозже. Может быть сделать из него боевого, а? Нет, давайте вначале мы так посмотрим, а там уже будет видно. Так, давайте отхиливайтесь, а мы пока получим свои подарочки. Ну и, соответственно, отправим. Ну что же, ребята, подарки я отправил. Если кому-то не досталось, извините. Я могу всего лишь 10 подарков отправить. А, друзья, у меня тут целая рать. Так, получаем еду и деньги. Это с первого сундука. Со второго то же самое. Ну, наверное, с последующих будет то же самое. А, нет, смотрите-ка, ребята, мне выпал топор. Синий. Редкий, значит, наверное, да? Сейчас мы вскроем и посмотрим. Я надеюсь, там 382 урона в секунду. Неплохо. Блин. 28 уровень, ребята. 28 уровень. У меня лишь, по-моему, 22, если не ошибаюсь, да? Ядрить, колотить. А, такой топорик шикарный. Спасибо тому, кто мне его прислал. Так, ну что же, давайте еще разочек попробуем напасть на Рафаэля. Рафаэль, ты извини, но мне просто нужно 30 тысяч где-то взять. Единственный шанс это с тебя. Вот, так что простись за частые такие нападания на тебя. Слушайте, ребята, может быть, пока не стоит. Давайте мы, знаете, что сделаем. Сходим на основное задание. Помните тех големов, которые нас раздеребанили? Давайте-ка им отомстим. Так, ад наяву. Да, именно это задание, которое меня тогда застало врасплох. Думаю, на этот раз никаких проблем не будет. Все-таки у меня 4 воина. Так, ага, они опять пошли на этих, на магов, на лучников. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, ну, блин, ну что такое, а? Даже магия не помогает. Так, у меня 2 бойца против 1 голема. Ну, в принципе, мы победили здесь. И это хорошо. И получаем мы с вами синий сундук 6 тысяч. Это красота. Мерзкие люди, вы хотите помешать планам моего брата? Да я вас заживо зажарю. Сэр, похоже, в этих землях хозяйничает родной брат Повелителя Бездны. Нам предстоит сражаться с огненными элементалями. Первым делом нам нужно одержать несколько побед и продвинуться вглубь территории. Спасибо тебе, Дональд, за такой совет. Ну, в принципе, я и сам догадывался. Так, что нам здесь выпадет? Вау, нам выпадает броник. Где он? Где мой лучник? Это же на лучника же была броня? По-моему, да. Так, иди лечись. И ты, иди лечись. А где моя красота? А, красавод стоит. Я уж потерял ее. Ну, что ж, давай, Лукарь, глянем. Вау, броник про... Ах ты, да что ж такое-то, а? Ну, 22 уровень нужен. Засада просто какая-то. Такой шикарный бронец. И на тебе, не хватает уровня. Блин, может его отправить тренироваться? Ну, мы это сделаем, знаете, когда? Когда будем закачивать серию, я отправлю их всех в тренировку. Так, маг, давай быстрее. Что ты там химичишь? А, ну ты себе руку перебинтовываешь, как всегда. Ну, ладно. Так, иди-ка сюда. Нечего тебе там сидеть с мужиками. Так, ну и что у нас остается? Так, маг у нас вылечился. Тут считай 23 минуты ждать до завершения магии. И мы с вами пойдем гулять на карту. Так, смертоносное пламя. Ага, 5 некромантов. Ну что же, давайте попробуем, рискнем. Вдруг повезет нам. Добавляем магию. Так, готовим. Ну, как говорится, была не была. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Погнали. Ёлки-палки. Так, нет, ну все пока. О-о-о-о-о. Что-то, все. Красы, как не бывало. Нет, что-то она у меня больно ватная. Ну, хорошо. Маг ее воскресил. Фу. Мы победили. Это замечательно. Я еще 5000 получаю, плюс сундук. И что же мне там выпадет? Надо посмотреть. Так, давайте, ребята, лечитесь. Давайте глянем. Ну, как обычно, деньги, да? Ага, 5116. Хорошо. 21 тысячу мы уже накопили. Точнее, 210 тысяч. Осталось 40 тысяч. Блин, где же их взять-то, а? Блин, как бы мне этого Рафаэля раскумарить, а там? Сильный же молочек. Хотя, мы в тот раз вот почти-почти его разбомбили. Не хватило маленько. Может быть, еще разочек попробовать? Так, здесь нам не хватает манны. Ну, ладно. Есть еще одно предложение, ребята. Сходить на карту, на основную миссию и попробовать там расправиться с врагами. Не знаю, получится, не получится, но с некромантами вроде бы как справились. С горем пополам, но тем не менее. Мне надо как-то красу усиливать. Что-то она больно ватная стала. Так, по колено в лаве. Так, три. Три элементаля и некромант. Давайте попробуем. Естественно, берем с собой магию. Добавляем. Блин, у меня и магии-то уже мало осталось. Ёлки-палки, ну не фарт какой-то. И 20 минут еще все это будет лепиться. Поехали. Глянем, что у нас из этого выйдет. В принципе, ничего такого сложного не должно быть. Ё-моё, какого лешего? Они завалили моего лучника. Ну, воскресили. Ладно. Блин, мы еще никого не под... Так, вот только первый голем упал. Первый голем. У-у-у, ребятушки. Да. Действительно, все-таки моя краса стала ватная. Да и вообще все какие-то мягкотелые. Сэр, враг сильнее. Ну, это понятно, чем мы ожидали. Надо потренироваться, надо позаниматься. Это все элементарно и понятно. Но меня мало того, что тренировки волнуют, меня еще волнуют шмотки. Хотя, по идее, ребята, шмотки-то они есть. Не хватает именно самого уровня, чтобы носить их. Видели сами? У меня два амулета в простое. Плюс топорик в простое. Там, по-моему, посох в простое. Так, давайте разведаем. Подождите, а где у меня Рафаэль? Вот он. А здесь Эндрю. Ну-ка, глянем тебя, Эндрю. 9,74. Ну, четыре бойца не потяну. Я вообще хочу вот такой костюмчик, как у него белый. Видите, на рыцаре, на Матвея? Где его взять? Мне пока такой не дают. Так, а вот наш Рафик. Все-таки я хочу на него напасть. Ну, просто больше нечего делать, ребята. Сами видите, вокруг меня стоят такие амбалы, что суваться на них некуда. И самый слабый, получается, здесь именно Рафаэль. И мне его нужно победить. Если я и Рафика не смогу победить, то о чем уж говорить вообще? Что мне дальше делать? Куда суваться? На орках денег не дают. Нет, ну как дают сундуков? Ну, сами видели, там мизер. Поэтому основная цель, конечно же, Рафаэль остается. Вот, хотя я, может быть, даже больше потеряю, чем приобрету. Долго они у меня там лечатся. Да, 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 да. Давай меняться. Нечего тебе там стоять. Наверное, ребята, будем закругляться. Ближе, как говорится, к теме. Расставляю я всех своих ребят на тренировки. Единственное, что мне нужно кого-то оставить на защите замка. А кого? Пока сам не знаю. Так, ну, однозначно, краса и лучик у меня будут на прокачке стоять. Так, маг у меня стоит в казарме. Надо ему кого-то еще... А, у меня же маг еще отхиливается. Маг и маг. Ну, это никуда вообще не годится, если честно. Их разберут при первом же нападении. И я потеряю очень много денег. Мне этого не надо. Значит, надо кого-то выставлять будет. Так, что... Ну, здесь у нас ни черта нету. А кого можно выставить в плане щита живого, а? Нужен воин. Придется из кого-то делать воина, да? Так, пятнадцатый уровень. В принципе, это неплохо. Надо только подобрать ей шмот. Так, лук, это все не для тебя. И булава тебе не подходит. На уровень буквально ты отстаешь. Ну что ж, придется одевать вот этот мечик тебе и какой-нибудь костюмчик. Ну, давай хотя бы вот этот для начала. По-моему, слабее уже нету. Точнее, слабее есть, но именно для тебя нету. Ну, иди, вставай сюда. Блин, долго же они будут зарабатывать этот двадцать четвертый уровень? Это два уровня еще, ребята. Два уровня. Это как минимум часа два-три. Это минимум. Да, за два-три часа может много чего случиться. Печалька какая-то, а? Ну, Рафика, я все равно должен разделебанить во что бы то ни стало. Потому что мне нужны деньги. Я должен уже ставить трон на шестой уровень. Иначе мы просто здесь зациклимся. Развитие у нас встанет. Соответственно, мы не сможем прокачиваться и нас любой лошпен будет пинать. Как вшивую собаку. Меня такой расклад не устраивает. Так, а какого фига у тебя счеты, а? Ну, как означает, дайте-ка я гляну на вас. Неужели вы у меня все при деле? Да, ребята, действительно, у всех все есть. Ну, что ж, дорогие мои друзья. Наверное, на этом стоит закончить выпуск. Мы с вами обязательно увидимся в следующей серии. Так что подписывайтесь, не пропустите. Давайте, ребятушки, не болейте. Всем удачи и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok